Приветствую вас, мне представляется ваша история следующим образом. Значит, смотрите, депрессия, ваше вот депрессивное состояние, это что? Такое. Ну, вообще депрессия это подавление своих чувств, эмоций, желаний, вот. То есть это вот по сути то, что ведет к некому такую застою, да? Значит, у вас депрессия, у вас депрессия. Вы депрессии лечите. Правда, как лечите, не очень понятно здесь. То есть что вы делаете, чтобы ее вылечить, да? Не ясно. То есть, ну, как бы депрессия, да, ее, в общем, ее, в общем, не лечат. Ее, в общем, лечение здесь это только лечишь. Второстепенная история, а так вообще с депрессией работают. Потому что депрессия это запрет, это запрет себе самому на определенные чувства. Вот. Значит, здесь непонятно, работаете вот это или нет. Значит, очевидно, что депрессию что-то вызвало у вас. Ну, на мой взгляд, тут какая-то такая вот подавляющая сила, да, у вас имеет место быть. Значит, есть запрет на выражение своих чувств. Ну, тут, собственно, дальше, то, что вы делаете, да, то, что вы пьете до беспамятства, там, и так далее, 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 да. Это, на самом деле, позиция такая, скорее, побега от себя, как мне видят. То есть, вот, вы, скорее всего, бежите от себя через данный аспект. Вы, скорее всего, продолжаете бежать от своих чувств, да, потому, что вам они уничают, вас они напрягают, вас они приводят в смятение. Вот. Поэтому вам нравится кого-то отцепануть, как вы говорите. Вот. Случайно ли это? Нет, я не думаю, что это случайно. Вот. Скорее всего, опять же, через это поведение вы убегаете от себя. Понимаете? Вот. Понимаете? То есть, вы, по сути, просто бежите в себя. От себя бежите. Вот. А чувство, чувство в себе, оно вы не возродили. То есть, вы сняли некую, некую такую, вот, внешнюю сторону, да? Сняли, сняли некую подавленную. Тем более, вы говорите, что подлечили ее. То есть, это только подлеченность депрессии. Это не вылеченность депрессии, это именно подлеченность ее. Понимаете? Вот. То есть, это означает, что до конца с депрессией то вы не справились. До конца вы ее не раскрыли, до конца от нее не освободились. Вот. И сейчас она у вас продолжается. Просто на более таком уже уровне, на менее сознательном. Вот. Вы, по-преднему, от своих чувств бежите. Все, что вы делаете, это стремление заглушить свои чувства. Свои желания настоящие, да? То есть, допустим, если вы, грубо говоря, хотите любви, да? Вот. Хотите любви, хотите внимания, то единственный способ для вас это получить, это секс, например. Вот. Что, безусловно, является, ну, таким, деструктивным аспектом. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, что, с одной стороны, это вот депрессия ваша, как и в чем она проявляется. С другой стороны, это вот, значит, ну, никто не отменял, да? Того факта, что у вас еще есть, возможно, есть некое субъективное отношение к себе, да? То есть, вас тянет именно на молодых, значит, опять же, молодых, да? Почему молодых? Потому что молодые более активные, да, молодые. То есть, вы считаете их лучше себя, да? Но вы и сами не старые. То есть, почему-то вы считаете себя старые. Это тоже очень интересный момент. Ну, очевидно, что за счет людей, да, вы подпитываетесь. Очевидно, что за счет молодых вы подпитываетесь. Они дают вам то, что вам нужно. Ну, я начал бы в качестве, в качестве, так сказать, начала отравной точки работы, я бы начал с того, вот, что это за чувство, что вам нравится цеплять мужчин, и как вы относитесь к своему мужу. Кстати, алкоголь, это тоже, значит, скажем так, симптом недостатка любви. То есть, вот, вы, вам не хватает любви. То есть, алкоголь, это вот именно про это, про недостаток любви, про недолюбленность, про недооцененность, возможно, ну, с вашей стороны. Вот, если вы себя такой чувствуете. Алкоголь также дает возможность человеку раскрепоститься, да, то есть, опять-таки, снять ограничения, запреты. Вот, один из ключевых, собственно, факторов, да, алкоголя, это вот именно то, что человек чувствует себя в алкогольном опьянении, да, лучше, чем без него он может позволить себе с ним то, что не может позволить себе без него. А это, опять же, запрет. Это, опять же, запрет, опять же, подавление. Вот. Ну, здесь особенно важно, здесь особенно важно представляется то, почему вы вышли замуж, да, за вот своего, ну, мужчину. То есть, почему вы выбрали именно этого человека себе в мужья. Вот, если вы с ним определенно несчастливы, вот, если вы с ним определенно не реализуетесь, вот, если вас к нему определенно не тянут. На этот вопрос тоже нужно найти ответ, скорее всего, потому что надо. И тогда можно говорить о том, что ваше поведение, да, объясняется тем, что есть несоответствие, есть несоответствие ваших, значит, ваших хочу, есть несоответствие ваших хочу и надо. А взрослое эго состояние, то есть могу, оно здесь практически отсутствует у вас. То есть могу у вас работать исключительно только на, ну, либо на надо, да, либо на хочу. А самостоятельного какого-то вот самостоятельного места могу не имею, вот. Когда у вас депрессия, когда у вас депрессия, вы, понятно, да, вы, понятно, все свои ресурсы направляете на надо. 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 То есть у вас вот только так получается. Вот. Когда, ну, у вас хочу актуально, да, вот, то вы, соответственно, всю силу своего взрослого направляете на хочу и делаете только то, что хотите. Вот. То есть взрослый вас не контролируется. Ну, а это объясняется, опять же, семейными аспектами, да. То есть тут вот, да, тут вот все так, действительно, то есть семейные аспекты. То есть семья у вас, видимо, было вот не принято, значит, ориентироваться на могу и было принято ориентироваться только на хочу и надо и все. Вот. 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 Мне лично, лично мне видится ваша ситуация такой. Вот. Какой, какой выход, какой выход, да, и, соответственно, что делать. Вот. Вот. На самом деле тут довольно все с точки зрения того, что делать, да, тут на самом деле все достаточно просто. Вам нужно поработать над своим хочу, да, чтобы адекватно его ограничивать с помощью могу, но делать это без подавления. Короче, работа с вашими эго состояниями здесь рекомендуется. Вот то, что я могу сказать. То есть заметьте, да, вы как бы не хотите, как я понял, да, вы не хотите что-то менять. Вот. Вы спрашиваете, как объяснить. Объяснить можно как угодно на самом деле, потому что у каждого психолога есть свое объяснение, ну, психолог свой, эх, каждый психолог своей школы, да, он будет объяснять это по-разному, по-своему. Вот. В зависимости от того, как он школа. Вот. Поэтому дело здесь не в объяснении на самом деле, а именно в том дело здесь, эээ, что вы собираетесь делать сами. Вот. Понимаете? Что, что вы собираетесь делать с этой проблемой, которая сейчас у вас имеет место быть. Вот, эээ, по сути, по сути, то, что я могу вам сказать. Да. Так, 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 так что смотрите, смотрите, смотрите и, эээ, если вы хотите ситуацию поменять, ну, хотя бы, да, вот, как минимум, ээээ, если вам захочется, ээээ, прекратить это, то, что сейчас происходит, по-моему, что ну, если вы, там, например, например, да, если вы изменяете, допустим, своему мучу, да, и так далее, то, как бы, хорошо. Если вы изменяете мучу, ладно, вот, но надо, наверное, тогда с ним развестись, вот, а вы же за него дерзитесь, получается, вот. И вот именно то, что вы за него дерзитесь и является, наверное, для вас той самой проблемой, вот. Потому что дерзаться за того, кому изменяют, да, по меньшей мере странно. Либо вам нужно просто для себя выделить критерии отношений, да, и поставить его, ну, в смысле, мужа, да, в известность об этом, вот. То есть сказать, ну, что, например, ну, вот так и так, да, я вот тебя люблю, но извини. Например, извини, но я тебе изменяю. Вот. То есть это будет, по крайней мере, справедливо. Вот. Ну, или, или, соответственно, уже как-то по-другому, да, себя вести в этой ситуации. Или, короче, сделать выбор. Вот. Вам нужно, короче говоря, сделать выбор. А чтобы сделать выбор, нужно, нужно что? Чтобы сделать выбор, нужен взрослый. А взрослого нет. Это мой выбор. И выбор сделать вы не можете, не можете пока что. Вот. Вот так. На этом, в принципе, всё, что я хотел вам сказать. На этом, в принципе, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне эти вопросы в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.